Друзья, здравствуйте! Сегодня 12 ноября и нацвело много интересных котлей и не только. Ну, начнем, наверное, справа налево, как обычно, и начну, наверное, не с цветения, а тут я выставила, достаточно интересно посмотреть. Вот здесь, на горшочке, у меня стоит гибрид на ацинету. Я получила ее с Эквадора, она была с цветоносовым, ну, я думаю, оставлю себе, пусть радует. Ну, так, а я ее пересадила в корзинку, добавила мох, и вот снизу корзинки можно видеть, что идет цветоноса. Он дорастет немножко до стола, и я его все-таки подвешу. Ну, это одна интересность, а другая интересность, я завела себе трех детей. Трех детей, это три котлейки, три котлейки гибриды на Рекс и Рекс типовые. Вот такие вот они, малыши. Почему я поставила рядышком с растением в горшочке? Вот это растение, фласочка, которая была размыта летом 2022 года. А вот это вот растение, это помните, может, кто смотрел видео. Я специально вот здесь, на горшке написала, что сентябрь 2019 года я размыла фласку и выращивала. Это одно растение из этой фласки, это гибрид Рекс на Эрикалуре на Давиану. Еще она у Эквадора, она уже не зацветала, называется Мерен Лью. И, в общем, для чего я поставила, чтобы понимать, вот такая она была три года назад. И вот такая стала примерно уже около возраста цветения. Ну, давайте посмотрим, что у меня за малыши, тут такие интересные. Такой вот. Бирку постараюсь достать, чтобы как-то понимать. Ну, в общем, Рекс какой-то. Я сейчас не сильно, наверное, удаюсь названию, потому что я понимаю, это какая-то редкость редкостная. Поэтому будем выращивать. Здесь Давиана на Рекс. Это этот, Триумфос еще имеет название, гибрид. Вот у меня он есть, практически уже во взрослом размере. Покупала я его тоже вот таким вот малышом. И тут тоже вот такое вот растение. Так что покупайте малышей, растите, и будут вам редкости во взрослом размере. Ну, это мое личное видение. Может, что-то считает по-другому. Но хочу показать вам, как они растут. Ну, и теперь перейдем к цветению. Цветет он у меня, конечно, куст шикарный. Это котлея Фабия. Котлея Фабия от Люка, поставщика. И я ее получила кустиком. Ну, таких вот, ну, как он любит, набор сеянцев. И садит он сеянцы разные. И можно видеть, что здесь вот такой вот цветочек ровный, красивый, как все любят. Тут еще бутончики. А здесь тоже Фабия. У многих коллекционеров я вижу, что она вот так вот расцветает. В чем особенность? Вот эти вот нижние лепестки у него прокрашиваются, как губа. И форма получается не круглая, а вытянутая цветочка. Он только распустился, поэтому снимать я буду чуть позже. Потому что у меня на подходе еще много разных цветений. И оно как раз вместе я покажу. Не скажу, что прям, прям плохо-плохо, но, наверное, достаточно интересно. Я себе помечу, что эта часть куста, она цветет вот так вот. Даже если при делении, чтобы говорить, что это будет такое цветение. Ну, вот такой вот красавец. Рядом у меня зацвела первый раз. Это котлея питерси. Котлея питерси это хардиана на лабиату. Но если поставить ряда, можно сказать, что они очень похожи. Единственное, это форма губы. Если у Фабии форма губы довианной лабиаты, это видно, то здесь она получилась более широкая, больше в Варшевич. Но, я скажу, что она все равно красавица. Ароматит, как и все. Хорошо. На заднем плане у меня дендробиум. Дендробиум фаленопсис, растел пересортом. Но ничего. Он все равно красивый, цветет 4-5 месяцев. Так, дальше, дальше у меня здесь Сант-Андре. Сант-Андре у меня цветет второй раз в этом году. На один цветок, на весь куст. Поэтому он очень достаточно крупный. Сант-Андре цветет очень просто. Вырастает рост, из него выходит бутон. Дальше это Туриган Кротер. Цветет уже второй раз в этом году. Уже не так интересно. Но для общего фона очень даже ничего. Так, здесь у меня расцвелывается логинка. В этом году я покупала теленку ее у Светланы. И, конечно, я в восторге. Она красавица. На фоне руки это очень крупный цветок. Это гибрид одного из известного гибридизера. Если мы посмотрим на бирочку, есть приписка Бурнхэм. Я так думаю, что это который человек вывел ее. Почему у меня сложились такие вот подозрения? Если я перейду. Здесь у меня есть целогина. Она цветет револьверно. Уже цветет полгода. Это целогина специоза арба. У меня тоже есть ее полное название. И вы тоже можете увидеть, что это тоже Бурнхэм. То есть это какой-то гибридизер, который вывел эти сорта. И поэтому этот сорт приписывает ему название. Поэтому, если вы видите какие-то приписки вот такие, берите. Растение будет очень красивое. Так, ну и вернемся, как мы шли. Здесь цветет котлея фульвисценс. Фульвисценс – это тавиана на форбезе. Ну, мне повезло. Она расцвена у меня очень красивая. Вот с такой вот великолепной губой. Ароматный, крупный цветок. Ну, все, что и положено для котлей. Поставлю фон руки. Конечно же, цветок крупный, большой. Второй такой же. Все в ней прекрасно. По растению, по самому высоте. Высота тубера примерно 30 сантиметров. Вот, первые чехлы были тренировочные, они не цвели. Поэтому, сейчас уже пришло время. Ну, и как получается, что цветет она осенью. Здесь у меня затесался малыш. Малыш Айрангискирки. Он пришел от швертера, поломался в дороге. Ну, вот так вот уже жизнь помотала. Но ничего, он пришел с зачатком цветоноса. И, да, распустил свои цветочки. Цветочки красивые, очень ароматные. Ну, наверное, ночью они будут пахнуть. Честно, не нюхала. Ну, вот такая вот милашечка. Цветет букетик. Букетик котлея Крузера де Сол. Конечно, в этот раз там много. 8 бутонов. Но уже и куст достаточно достойный. На заднем плане там чехол, но тоже растут бутоны. Поэтому цвести будет долго. Ну, и поставила я тут для лучшего вида. Это котлея Бавренгиара Цирулея. Она уже отцветает. Ну, наверное, мне хотелось просто ее показать. Вот такие вот цветуны нацвели. Будет сейчас уже время сезона цветения. Будет цвести еще много разных. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok